здравствуйте вы на канале урал спецтранс наша компания производит большое количество различных видов спецтехники сегодня мы предлагаем вахтовый автобус на шасси нового поколения урал next добрый день еще раз да мы же не первый раз уже выпускаем вахтовые автобусы они уже наверное у нас стали серийные или нет серийная но тем не менее у нас каждая вахта немножко бывает отличается ну в зависимости от пожеланий я хотел вернуться кузову так опять же учитывая я читал комментарии к роликам по моему седельного тягача и там товарищи очень очень скажем так нецензурно выражались по поводу того что я сказал что кабина оцинкованная еще промоевили господа еще раз повторюсь это действительно оцинкован может быть слово промоевилина вам если не нравится у нее сделано антикоррозийная обработка дополнительная вот здесь хорошо очень видно желтый налет вот кого это смущает я вам скажу что те иностранные автомобили кто очень любит в комментариях сравнивать урал с иностранными так вот те иностранные автомобили которые видел я тем не менее то же самое у них сделано то есть они обрабатываются делается дополнительная антикоррозионная обработка значит по поводу тех кто нелестно отозвался что сравнение новой кабины урала с жигулями тоже очень не понравилось желать моего увольнения господа да там есть такое ну пишите объективно что именно не понравилось я например но даже может быть лучше чем в моих жигулях то есть у меня были несколько вариантов жигулей и если сравнивать всю существующую кабину внутреннюю отделку кабина с тем уралом который был я думаю именно пользователи урала меня понял это вот заказ у меня в производство я такой выделил что себе хотел рассказать именно может быть нюансы какие-то что можно то есть но вахта классическая металлокаркас утеплитель отделка сиденья но клиент попросил значит автономный воздушный отопитель кабину обычно уставится пассажирское место я думаю надо его показать то есть это опция которую мы делали то есть завод в данном случае не станет значит вот он установлен вот если сможешь за огнетушителем стоит такая пластмассовая штучка вот это как раз автономный отопитель webasto мощностью если мне память не изменяет 2 киловатта смысл его как а как значит он жрет солярку и греет воздух кабине то есть это дополнительная печка даже на случай 7 не дай бог с основным двигателем что-то случится пока живой аккумулятор пока еще в нем заряд есть значит люди в кабине ну то есть в тепле что я еще хотел показать значит ну с той стороны подогреваемый топливозаборник должны были установить на эту машину а это для чего топливо это необходимо будет а вот да вот он он стоит значит вот это установлен дополнительный топливозаборник вернее не дополнительного сделка к основному он обогреваемый то есть суть какая ну солярка бывает летняя зимние все знают значит не дай бог зимой попадает летняя солярка значит она парафинизируется собственно и забивает здесь реализована схема какая то есть тасол от обратки охлаждающая жидкость бегает по патрубам и нагревает пространство вокруг топливозаборник то есть солярка в районе топливозаборника всегда горячая но при условии что двигатель изначально конечно заведен и работает вот значит что еще фильтр сепар с подогревом вот он установлен с подогревом с вагоотделителем то есть водичка собирается внизу водителю сливает ну то есть одна из опций значит в этой машине еще должны были быть установлены значит подогрев зоны щеток если внимательно посмотрите да вот у меня кстати также сделано у меня сюда жулья у меня не жигули щас у меня не жигули у меня другая машина вот получше чуть-чуть жигули но старенькая но то у меня также сделано у меня про денисона это интегрировано в стекло зона обогрева счеток это вот эти вот дырочки это вот видишь здесь значит туда как бы теплый воздух уходит нет 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 дырочки это 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 заводской вот смотри на стекле изнутри Наклеены полоски специальные с нагревающими элементами, с проволочкой. То есть в зоне щеток, если какая-то налетель, еще что-то, она размораживается. То есть для удобства очистки стекла. Значит, что еще? Ну, кстати, здесь переговорное устройство. Зеркала здесь установлены тоже с подогревом. То есть панорамные, значит, зеркала с подогревом. Клиент заказал еще заднюю лебедку на эту машину. Штатно она не ставится, лебедка? Штатно на эту машину она не ставится. Более того, штатно такой машины в заводском исполнении вообще не существует. Потому что завод на сегодня делает вахтовки Next на шасси Next, Ural Next. Но он их делает только с двигателем 240 лошадей. Здесь клиент заказал вахту с двигателем 312 лошадей с коробкой ZF9. Вот. У завода нет такой комплектации. Так, давай покажем лебедку. Вот она лебедка задняя. Это стандартная лебедка установленная. Тяговое усилие 9-11 тонн. Две печки стоят. Они, собственно, штатные, но мне кажется, надо на них обратить внимание. Ручки нет здесь, да? Вот как-то вот так. Вот как-то так. Видишь, когда две руки свободны, залазить достаточно легко. Ну, конечно, когда хотя бы одна рука занята, уже неудобно. Значит, печка. Вот так же стоит независимый автономный отопитель. Вот он, вот его туда покажи. Вот так же жгет солярку, но как вспомогательная основная его функция. Вот тасола печка. Ну и, значит, таких печек здесь две тасольных. И стоит один отопитель. Вот если сзади посмотреть, там должна стоять вторая печка. Да, вот она стоит. Вот с той стороны вторая печка. Ну и, собственно, видно магистрали, которые закрыты. Они идут вдоль кузова. В прошлый раз мы делали обзор заводской вахты. По большому счету, как бы, тут все очень похоже, но дело в нюансах. То есть я прошу обратить внимание на половое покрытие. То есть, если посмотрите старый ролик, там пол сделан резиной рифленой. Достаточно мягкой. Здесь у нас, значит, под ним лежит фанера. Под фанерой лежит утеплитель, пенополистирол. На брусках он. То есть здесь, ну первое, то есть и покрытие износостойкое. Если вы, кто в автобусах ездил в современных, везде сделано так. То есть вот это покрытие специальное, высокоизнашиваемое, значит, резиновое покрытие. Ну, оно такое, полурезиновое, полупластмасса. И, чтобы не было скряжания, здесь скрапления вот такие вот, какого-то материала абразивного. Для того, чтобы люди не скрозили. Плюс вот, какой, значит, очень удобно мыть. У нас как можно меньше стыков. Вот. То есть, пол здесь прослужит гораздо дольше. Откидная лестница по-своему удобна, по-своему неудобна. Откидная лестница, ну, она чуть подороже выходит. Здесь вариант, кому надо залазить и очень далеко ехать. То есть, собственно, им особо удобства по загрузке-выгрузке нет необходимости. Значит, ящики зип слева справлю под инструмент, под еще что-то железное поставить. Конечно, можно было чуть побольше поставить. Можно было их повыше сделать, наверное. А противопоказать, откатные башмаки куда-то в другое место. Вот, значит, выхлопная система. Надо обратить внимание, то есть, выхлоп здесь реализован назад, вверх. Для чего это сделано? То есть, те, кто ездит на севере, чтобы дым просто не летел на дорогу, не застилал дорогу. И, ну, видимость не ухудшал сзади идущих машин. Стыковка листов. Варит у нас специальный аппарат, листы в стык. Раньше, когда по старой технологии варили, ровный шов обеспечить было невозможно. И, ну, водичка попадала туда. Ну, жавчина была. Сейчас варится полностью стык на специальном аппарате. То есть, исключает попадание оттуда влаги какой-то снаружи. То есть, более эстетический вид, более ровная поверхность. Конечно, опять, кто любит сравнивать с мерседесами, с автобусами, это немножко другая машина, немножко по другой цене. Стеклопакеты. Используется готовый стеклопакет. Вставляется он в специальные уплотняющие резинки с замком. Если сравнивать, допустим, с чисто заводской вахтой, у которой вклеены стекла, тут есть определенные преимущества. То есть, ремонтопригодность. Чтобы поменять сломанное стекло в заводской вахте, надо полностью вскрывать и отрывать весь герметик туда вклеенный. Здесь, собственно, этого делать не надо. Здесь вынимается замок, старое стекло вытаскивается, новое вставляется, замок вставляется. Для более тяжелых условий все-таки вот такой стеклопакет, даже не сам стеклопакет, а способ его открепления гораздо лучше. Мы стараемся, конечно же, мы используем отзывы, у нас есть служба специальная, у нас есть люди, которые ездят по нашим заказчикам. Если у вас есть, господа, желание, чтобы к вам приехали, если вы эксплуатируете нашу технику, вы нам звоните, пишите, мы с удовольствием заедем. То есть, мы каждый год проезжаем, не везде, не всех, конечно, у нас несколько тысяч наших заказчиков, всех не обидишь. Но, тем не менее, кстати, я не помню, там, а что там, кнопочка, нет? Нет. А, рычажок? Рычаг? Слушай, тут я еще не лазил, я не знаю. Крепко тут даже. ЕМЗ 536-й, рядный, шестицилиндровый. Ну, тут даже чуть-чуть как-то, ну, получше уже сделано, да? Чем Урал 4320, да? Да, ну, кстати, места-то тут много, вот смотри. Вот, кстати, можно показать предпусковой подогреватель двигателя. Стоит, вот его видно, да? Вот воздушный фильтр, под ним предпусковой подогреватель двигателя. Расширительный бачок. Сейчас я проверю мои знания с института, то я уже все забыл. Вот. Ну, понятно, тут вентилятор у нас, радиатор. Это вот к интеркулеру идет. Значит, там турбина стоит, да. Там вот у нас видно рулевое. Это рулевой механизм, собственно, вал рулевого колеса. Внутренний каркас у кабины металлический. Иди. Ну, а снаружи панели пластиковые. Кстати, я вот тоже боялся этого пластика, да? А сейчас смотрю, этот пластик-то действительно серьезный такой. Вообще, причем он тут похоже многослойный. То есть капот, он, как сказать, вот он с ребрами жесткости. И он многослойный. То есть она достаточно, так это, серьезная, массивная. Господа, кто любит хаять Урал, вы не правы. Урал лучше стал. Я, как, собственно, владелец «Жигулей», да? Да, бывший владелец «Жигулей». И студент, собственно, который учился в институте. И облазил старый Урал вот и до. Он у нас в кабинете стоял разобранный, порезанный. То есть там все агрегаты были разрезаны. Было видно все внутренности. Вот я, конечно, много уже забыл с тех пор. Но я скажу, что этот Урал лучше. Все. Спасибо. Выключаемся? Ну, давай, выключаемся. Теперь лично нужно выключить. На этом пока все. Не забывайте подписывайтесь на наш канал «Уралспецтранс». Всем пока!